привет ребят в недавнем ролике про playstation 5 я говорил в том числе о том что компании миллиардеры живущие в капиталистическом мире стремятся нажиться на людях продавая им откровенный шлак будь это товар или услуга они это делают не заботясь о репутации без оглядки на человечность на понимание именно эта мысль вызвала у достаточно многих на мой взгляд комментаторов реакцию в стиле ах ну только подумайте капиталисты хотят заработать и все в таком духе мол это нормально так всегда было при данном строя вот только есть целых два но во-первых уж извините я не могу этого не отметить но однако вы да вы даже здесь мудрились как говорят культурные люди посраться на тему политики консолей даже религий браво ну и конечно же по мне прошлись как обычно уже и вливать и меня записали в консольщики у которых плойка сгорелые в коммунисты хотя вот еще недавно приписывание противоположные взгляды вы что комплексы что ли свои какие-то на мне отрабатывать и чешо прям боюсь представить что выяснится завтра про меня наверное что я гея мой отец конрад керс впрочем не каждому выпадает честь иметь личных летописцев биографов так что ладно беда в том и это во вторых что вы те кто вот это мне писали за своими спорами не увидели сути происходящего как мне показалось а возможно не захотели увидеть или увидели но проигнорировали из ваших уст речи про капитализм мол но что ж ты хотел компания зарабатывает звучали как оправдание так вот капитализм не оправдание уясните это политический строй в принципе не может быть оправдание в данном случае напомню речь шла о том что политика sony подразумевала откровенное вранье и нетоговорки а также преступное на мой взгляд бездействие в виде полного отсутствия хоть какой-то внятной реакции на происходящее и нежелание противодействовать проблемам своих покупателей в лице перекупщиков о том что проблемы собственной аудитории эту компанию не заботили и это вами некоторыми оправдывалась капитализмом как бы при таком строе это норма да действительно есть такая мысль что капиталистическая система как и любая другая стремится к своему апофеозу коим в данном случае является лишь накопление и плевать если ради него придется даже идти по головам и тут как бы подразумевается что система-то порочна и получается аж целых два аргумента первый капиталистическая система порочна и 2 вытекающие из него что не мы такие это жизнь такая ну знакома очень да видите же капитализм стремится к бесчеловечности чего с нас спрашиваете сильное заявление как видите одни оправдывают человеческие пороки капитализмом другие же утверждают что это нормально и нельзя за такую бесчеловечность осуждать ведь это же не они такие это жизнь такая и тут круг замыкается да нельзя осуждать компаний которые обманывают покупателей продавая им хрень капитализм же нельзя осуждать перекупщиков они же зарабатывают как умеют капитализм же знаете кто еще зарабатывает как умеют да все включая например убийц или воров все же хотят денег да всем же нужно семью кормить верно верно видимо поэтому я сейчас пойду и застрелю кого-нибудь чтобы отобрать его деньги это же нормально так ведь деньги же всем нужны там семью кормить все такое а убийство это другое а почему нормы морали же капитализмом не учитываются он вообще не про это что уголовный кодекс а ну так и говорите что мы промышляем этим потому что это не запрещено законом и плевать что там всех же перекупщиков консолей теряется миллионы долларов независимо от страны можно же просто посмотрите на их статьи доходов они этим хвастались открыто что в россии что за рубежом там действительно десятки миллионов и еще раз напомню что бандиты нарушающие закон существуют воры существуют взяточники существуют они приступают закон ради получения денег и власти а знаете как они себя оправдывают да точно так же видимо великой силы уголовного кодекса тут тоже не действует особо ты верно по крайней мере не во всех случаях все потому что накопление материальных ценностей это не некое свойство созданное капитализмом которая пропадет вместе с ним это человеческая жадность алчность которые существуют столько же сколько существует и сам человек и имеет лицо она есть в каждом из нас и проявляется в каждом из нас в ком-то сильнее чаще в ком-то возможно слабее реже но она есть и она проявится и она останется с нами до самой смерти и только дурак не знающий жизни будет смеяться над этим видимо опыта просто нет некоторые ни разу не обжигались лишь потому что случай не представилось но поверьте представиться таково уж свойства жизни представьте себе если сможете вот к вам в руки попадает та самая playstation 5 по рыночной стоимости в 40 тысяч рублей и вы понимаете что сейчас вы спокойно можете легко продать ее за 65 за 75 за 90 тысяч зависит от ситуации и от времени вы сможете заработать чуть ли не вдвое больше чем потратили буквально умножить консоль на 2 вообще не вставая со стула деньги из воздуха и это не просто деньги а огромные деньжище или что заработать от 25 до 50 тысяч не приложив никаких усилий это мало нет немало и почуя вкус легких денег люди начинают заниматься перекупством о нет их опьянил не заработок не только он в первую очередь их опьянили именно легкие деньги и отсутствие за это какой бы то ни было ответственности и поверьте когда ты понимаешь что ты можешь вот просто с нихрена зарабатывать деньги ради которых подавляющее число жителей этой страны и наверное даже любой другой страны будут работать возможно даже годами и как минимум месяцами ты волей-неволей почувствуешь на шее холодные когтистые лапы поздравляю это она и есть алчность можешь познакомиться если вдруг вы еще не виделись лицом к лицу это соблазн серьезный соблазн и не нужно относиться к нему со смешкой это страшная вещь на самом деле и он не с капитализма к нам пришел если при капитализме наживаться это нормально то вон например у блогера бригмана есть рубрика домушники в которой компьютерные мастера на дому разводят лохов взламывая цены за услуги до небес блогер тыкает их носом в каждую копейку восклицает за что ж такие деньги а аудитория радостно вторит уминая хлеб и запивая зрелищем мол да совсем оборзели то есть вы иногда мне говорите некоторые точнее пишут не все но некоторые люди пишут мол типа ты докопался тупо до цены человеку какую цену ставить такую хочет не друзья чек не ставит такую цену какую захочет есть рынок есть средняя цена все что выше либо высокая цена а все что выше высокой лохотрон и примерно так работает это не хотите там рассказать про капиталистические нормы что это не проблема мастеров что не такие цены заламывают почему там должна быть обусловлена каждая копеечка что ценообразование подождите но ведь речь же не про ценообразование а про то к чему эта система стремится так раз она такая изначально чушь вы придираетесь ну продали ведро с гайками за сто тысяч какая разница а так это для тебя конкретно дорого или для твоей старенькой мамы которые вот так вот обманули тоже дорого что пожалели себя да справедливости захотелось вспомнили о моральных качествах напомнить под какой подошвой эти моральные качества у капитализма однако все хватается за них за эти самые моральные качества как за спасительную соломинку действительно ценообразование важно там где есть государственная регулировка но вот регулировка ослабевает как тут же опачки цены поднялись ну что ты будешь делать каждый год одно и то же а то и несколько раз в год да ребят да шо ж такое как говорится рыночек снова порешал или таки не рыночек а жадность оттуда и крики о том что перекупщики это норма нет это ребята нихрена не норма по крайней мере та часть перекупщиков о которой говорил именно я поймите я понимаю почему вы со мной частично не были согласны потому что мы говорим о разных вещах я говорю о том к чему стремится вся эта система с перекупщиками да и с их жадностью я говорю именно об алчности а вы говорите каких-то конкретных частных случаях которые в принципе ну не предусудительны не страшно если ты купил за руб продал за руб 20 например да но что тебя заставит так сделать точнее так что остановит себя от того чтобы продать уже за 2 рубля а то и за 3 или даже за 4 что совесть интересно и что много ты видел перекупщиков той же playstation 5 которые продавали ее не за 40 тысяч а за 42 например или за 45 что ни одного да ну надо же как удивительно 65 минимум да и как ты думаешь уж не из-за того ли это что их за горло держит жадность и жажда легкой наживы либо тебя будет контролировать кто-то к примеру государства но а что если не будет вы всерьез считаете что если государство перестанет следить за рынком хоть как-то то он останется прежним что мы не будем драться за еду и считать каждую копейку богатством кто остановит компании от бесчеловечного повышения цен снова совесть а что раньше она помогала да но видимо это тот мир в котором вы по крайней мире некоторые из вас да я сейчас обращаюсь разумеется не ко всем не нужно все воспринимать на свой счет что это вообще за детский подход ребята успокойтесь я говорю про тех кто говорит мне что это нормально так вот вы наверное хотите жить в таком мире раз утверждаете что это нормально и не должно порицаться в таком случае вы либо юнцы которые вообще не понимают о чем они говорят либо извините уж тупые вредители пилища и сук на котором сидите и искренне считающие что уж вас то точно пронесет и вы войдете в тот самый золотой миллиард и даже не вперед ногами до меня часто обвиняют что я вот так вот категорично могу ругать людей в своих роликах мог я грубый самоверен токсичный ребята что тут сказать не вся жизнь серых оттенков есть черный с белым а это значит что по ряду аспектов кто-то из нас точно идиот и ни хрена не понимать что творит и что говорит вы конечно же считаете что это я угадал ну вот и славно а знаете в каком случае эта система будет работать так чтобы смелые диванные капиталисты не начинали кусать локти от того что им не досталось что-нибудь вроде той же playstation ведь перепродавать дорого это правильно но если им перепродавать то нет им только за рыночную цену а желательно вообще даром так вот на мой взгляд я конечно не специалист я не пытаюсь тут и себя корти человека который познал мир и знать как все это должно работать нет но я предполагаю что работать это должно только в комбинации перепродаван только тогда норма когда он руководствуется совестью но в момент ее регулярного сбоя что нормально для любого кто не кормит червей будет остановлен собственным страхом ведь государство может прийти и забить тебе брашпель по самой ватерлинию в то же время компания миллиардер которая безусловно стремится к обогащению но сдерживается кое-как законами тогда будет хороший и любимый народом когда будет руководствоваться совестью и по всякому проявлять близость к людям понимая что они точно такие же человеки то есть если они будут сами человечнее сейчас заплакали фанаты dark souls вот так вот и никак иначе и не нужно говорить что таких вот нет таких очень много действительно же люди не врут когда говорят что перекупщики это не твари как я их называл они-то думают про других опять же повторюсь нормальных перекупщиков возможно и себя даже имеет ввиду кто-то возил или возит товары за границей имея небольшую прибыль кто-то просто делает маленькую наценку чтобы не уходить в ноль разумеется такие есть и их очень много и среди компаний даже миллиардеров уверен тоже такие есть я сходу их не назову но уверен что при ближайшем рассмотрении таких найдется немало что про них говорят это уже другое про такие компании никогда хорошо не говорят зависть тоже с нами от рождения как и глупость и недульновидность но занятия этих людей компании позорят как раз те о ком и шла речь в том ролике перекупщики консоли и сама компания sony я неоднократно встречал на том же авито объявление от барыг о продаже playstation 5 причем фотографии были сделаны прямо со складов то есть эти консоли даже не дошли до своих потенциальных покупателей их купили же сами работники для чего чтобы нажиться кто-то хоть как-то это контролировал всех магазинах ну видимо не очень раз это появляется регулярно вот так вот эти люди просто открыто кичатся своими возможностями издеваясь напрямую над людьми и считая себя победителями вторые это я уже про sony они как демон принц в варпе сидят и шефт получают и крена не делают если им это не принесет еще гешефта а на остальной мир вообще плевать пусть хоть огнем горит при том как же я говорила как правильно в том числе заметили в комментариях основную прибыль sony всегда получала не с самих консолей а сервисов из игр а перекупщики у которых на складах пылятся вот эти коробки с playstation они не будут покупать ни подписки не игры и в итоге это приведет в том числе к раху sony мне тут некоторый назвать предсказа масса мол я там это токсичные предсказы вечно там там вот все провалится здесь все провалится ребят это не я такой токсичный я просто вижу чужую тупость ну простите вот такой вот я человек не могу смолчать ну вы конечно же может со мной не соглашаться время покажет и тут самое время заявить так при капитализме такого быть не может он к такому симбиозу контроля и совести не приспособлен ну только что рассказал вот об абстрактных примерах того что способен но суть в том что лишь наивный будет считать что при смене строя меняются пороки да где-то их меньше культивируют скажете вы да но я поправлю одни меньше культивируют а другие больше уж сколько сменилось строев за тысячи лет и что хоть когда-нибудь было время без условных олигархов или перекупщиков я не о том что playstation 5 еще при петре первом перепродавали я о том что все это всегда было и все это всегда будет при любом строе даже в момент апофеоза могущества российской цивилизации при ссср все это было просто нужно было знать куда смотреть таков человек он должен бороться с этим и эта война бесконечна фанаты вархаммера сейчас хмуро опустили головы вот так вот детишки основная мысль если коротко следующее если человек говно то он будет говном при любой форме экономической или политической системы в любое время в любой стране и он всегда найдет себе оправдание всегда придумай тысячу и одну отговорку и всегда найдет поддержку среди таких же порочных говнюков ну а если он человек приличный то приличным останется в любом месте в любых обстоятельствах